Ну, меня зовут Дёмин Анатолий Сергеевич. Я-то вообще совместитель в этом институте. А главное место моей работы – Институт мировой литературы Российской Академии Наук, где я заведую отделом древнерусской литературы. Соответственно, то, что я расскажу про повесть о горе-злочасти, не соответствует во многом школьной программе, по-видимому. Дело в том, что, должен предупредить, отношение к древнерусским и вообще к памятникам культуры бывает двояким в настоящее время. Есть потребительское отношение или идеологическое, политическое. Когда из памятника вырывается какое-то одно-два места, выгодное или актуальное сейчас, и всему произведению приписывается вот эта главная идея. Есть другой подход, не потребительский. Потому что потребительский подход нужен для воспитания, для такого общего образования. И есть подход научный, когда учитывается весь комплекс нужных фактов под данной проблемой в памятнике. То есть памятник читается очень внимательно, фразу за фразой. И тогда возникает совершенно другое объяснение и понимание памятника, нежели школьное или потребительское. Так и с повестью о горе-злочастии. Но этот памятник был открыт очень поздно, случайно. В одном списке он существует, 18 века. Написан очень небрежно, видимо, записан с голоса. Кто-то его записывал. Там и ошибки есть, и пропуски какие-то, и не совсем понятные нам написания. Но он настолько поразил своей образностью, что сразу стал считаться шедевром древнерусской литературы. В древнерусской литературе два самых главных, самых таких ярких, но художественных шедевра. Не идеологических, не политических, не исторических. Художественных. Это «Слово о полку Игореве» и «Повесть о горе-злочастии». Но так как в произведениях Древней Руси никогда не пишется, когда, кем, где создан памятник, а просто он переписывается, а тем более, если дошел до нас один список памятника, да еще поздний, 18 века, то, конечно, приходится по самому содержанию памятник датировать, предполагать автора, предполагать место, где он создан и так далее. Это довольно трудно. Этим занимается специальная наука текстология. Но мы этим, конечно, сейчас заниматься не будем, а поговорим о главной идее произведения, которая трактуется очень одиозно. Считается, что «Повесть о горе-злочастии», как о горе-злочастие довело молодца военческий чин, то есть в иноке, рассказывает о, во-первых, пьянице, не более того, молодец пьянствует, или о конфликте отцов и детей между поколениями. Но это все вырванные из текста какие-то детали, не определяющие главную суть, глубокую суть памятника. Значит, датировка, конечно, очень приблизительна. В учебниках это произведение почему-то относится к первой половине 17 века. Но у нас вообще принято удревнять наши памятники. На самом деле это произведение написано где-то в 60-х годах 17 века, 1660-х. Но есть к тому некоторые наблюдения, которые позволяют датировать это произведение именно таким образом. Кто написал, не знаем. Где и кем сочинено, неизвестно. Но это былина, былинным стихом, написанное произведение без рифмы, но стихом ритмическим. И вот внимательное изучение этого памятника открывает нам, что там речь идет вовсе не о конфликтах отцов и детей, что молодец не подчиняется родителям, а пьянствует, не о каких-то других мелких событиях. Например, считали, что горе злочастия появляется в этом произведении как аллегорическое лицо, и даже считали, что это олицетворение нечистой совести молодца. Ничего такого здесь нет. При внимательном научном изучении этого памятника. Значит, какие же есть основания видеть в этом памятнике следующее. Первое. Этот памятник посвящен вопросу, как жить. Все время рассказывается, какое житие, какое житие, у кого какое житие. Это мы вот начнем читать и увидим. Я заранее объявляю эту идею. Второе. Это произведение, в общем-то, посвящено тому, что в жизни нужен учитель. И все произведение рассказывает о том, как молодец ищет учителей, которые бы научили его жить правильно. И третий пункт. В чем смысл жития и учения учителей? Слово «Повесть о горе злочасти» прямо заявляет купический принцип, потому что этот молодец, купеческий сын, ходит в купеческом платье. Так вот оно прямо заявляет. Суть жизни заключается в накоплении богатства, имущества и в безбедной жизни. Вот теперь строчка за строчкой, насколько мы успеем. Не все произведение будем комментировать. Начинается произведение с того, что произносят Филиппики в адрес нынешнего племени, нынешних людей. И на зло племя человеческое. В начале, то есть с самого начала, пошло непокорливо, к отцову учению зазорчиво, и своей матери непокорливо, и к советному другу обманчиво. А сироди пошли, на безумие обратились, и учали жить в суете и в неправде. А прямое смирение отринули. Значит, живут неправильно. А как правильно? Ну вот, из-за того, что они живут неправильно, Господь Бог на них разгневался, положил на них скорби великие, срамные позоры немерные, злую немерную наготу и босоту, то есть бедность – это наказание, бесконечную нищету и недостатки последние. И вот примером является жизнь молодца. Будет молодец, имени у него нет, но на этой основе считают, что это вообще жизнь человека. Нет, памятники на такое обобщение не замахивались, это жизнь купеческого парнишки. Будет молодец уже в разуме без злобии, ну в без злобии не в смысле он беззлобный, а никаких грехов за ним нет еще. И возлюбили его отец и мать, учали его учить и наказывать. Вот первые учителя молодца. На добрые дела наставлять. Милая ты, наше чадо, послушай учения родительского, и не будет тебе нужды великие. Видите, вот самая главная цель, чтобы нужды не было. Не будешь в бедности великой. Что надо делать? Не ходи, чадо, в пиры и брачины. Не ходи. Не садись и ты на место большее. А что это означает? Значит, а все-таки пойдет на пиры и брачины. Пир – это пир, а брачина – это когда пир, но все скидываются платить за, а что называется, брачина. Так вот, ему говорят, не ходи. А если все-таки пойдешь, не садись ты на место большее. Ведь рассаживались по чину, по уважению, по авторитету. Так вот, ему говорят, ты сразу не садись на большее место. А садись где-нибудь там. Ну, его садят обычно посредине. Значит, какое-то противоречие. Говорят, ты не ходи, а потом допускают. Но если пойдешь, то вот садись на среднее место. Дальше. Не пей ты чар, двух чар заедину. То есть, можно одну чару пить, а вот две чары пить не надо. Не ложися чада в место заточное. Так, значит, опять допускается, что он выпьет две чары и заляжет в какое-то такое отдаленное место. Ну, как пьяница выбирает там где-то. Опять какое-то странное учение. Они не строгие. Они относятся к нему с умилением. И допускаешь, можно и так. Не бойся мудро, бойся глупо. Когда мы читаем эту повесть, то мы видим, что под мудрыми понимаются люди богатые, а под глупыми бедные. То есть, все время мотив имущественный. Жизнь должна быть в довольстве. Видите как? Ни о каком оправдании нищеты или там свободы от всего здесь нет. Не бойся мудро, бойся глупо, чтобы глупые на тебя не подумали, да не сняли с тебя дорогих порт. То есть, этот паренек-то одет в дорогие порты, он купический сын. А глупые это разбойники, бедняки и прощелыги. Вот они могут с тебя все это снять. Вот какое поучение. Не ходи, чадо, к костарям, к корчемникам, то есть, не ходи в корчму, в кабак. Не знайся, чадо, с головами кабацкими. Не ходи туда. А не дружися, чадо, с глупыми немудрыми. Не думай, украсть и ограбить. Как эти глупые немудрые. Обмануть, не думай, солгать и неправду учинить. Не причайся, чадо, на златый сребро, не сбирай богатства неправого. Значит, в общем, надо жить в богатстве, но по-честному. И зла не думай на отца и матерь. То есть, они еще допускают, что он может на них и позлиться, или вообще что-то подумать против них. Понимаете, такое поучение, которое мягкое, и оно не строгое, не как в домострое 16 века. Оно не строгое. Вот не делай так. Но если немножко так сделаешь, то все-таки не до конца. Вот что-то в этом духе. «А знайся, чадо с мудрыми, то есть живи, будь знаком с богатыми, с разумными водися, которые бы тебя злу не доставили, которые бы тебя не научили, в общем, жить грешно». «Молодец в то время был мал и глуп, не в полном разуме, не совершен разумом. Своему отцу стыдно покоритесь, и матери поклонитесь, а хотел жить, как ему люба». То есть вот эти мягкие отец и мать ему не подошли, как учителя. Дальше. «Наживал молодец 50 рублев, то есть он кубчик, нажил 50 рублев, залез, то есть нашел себе 50 другов, друзья. Честь его якоряка текла, но его уважают за то, что у него 50 рублев. Большие деньги». «Други, друговя к молодцу прибивались, в род племя причитались». То есть, мол, они самые близкие ему люди. Еще у молодца был мил, надежен друг. Назвался молодцу «названый брат». Вот кто появился учитель, которого молодец и слушает теперь. Прелестил его речми прелестными, прелестными, то есть обманчивый, лезь по древнерусски – обман. Не ходи молодец, да, корчевника в кабаки. Зазвал его на кабацкий двор, завел его в избу кабацкую, поднес ему чару зелена вина. Почему зеленое вино? Фольклористы объяснили, вино не зеленого цвета, а это зелье. Вино зелье. Вот это вот зеленое вино. А какого цвета здесь, не ведомо. И кружку поднес пиво пьяного. Уже ерш получается. И сам этот дружок говорит таково слово. «Испей ты, братец мой названный, в радость себе, и в веселье, и во здравие. О, учитель какой! Испей чару зелена вина, запей ты чашу меду сладкого. Хошию пьешься, братец, да пьяна. И на где пил, тут и спать ложися. О, какой учитель! Надейся на меня, брата названного. Я сяду стеречь и досматривать в головах у тебя, мило друга. И поставлю кружку ишему, но это тоже как квас сладкого. А с край поставлю зеленое вино, блестя поставлю пиво пьяное. То есть даже вставать не надо, будет все это брать. «Сберегу я, мил друг, тебя накрепко, сведу я тебя к отцу твоему и матери». Вот такой учитель. В те поры молодец понадеялся на своего брата названного. Не хотелось ему друга ослушаться. Учитель. Принимался он за питья, за пьяное, испевал чару зелена вина, запевал он чашу меду сладкого, и пил он молодец пиво пьяное, упился он без памяти. Не мог остановиться. И где пил, тут и спать ложился. Понадеялся он на брата названного. Вот вам еще один учитель. Как будет день уже до вечера, а солнце на западе, от сна молодец пробуждается, в те поры молодец озирается. А что сняты с него дорогие порты? Чары, туфельки и чулочки. Все поснимано, рубашка и портки, все слуплено. До Галаева раздели. И вся Сабина, то есть все его имущества, которые при нем были, деньги, наверное, у него ограблена. А кирпичик положен под буйную его голову. И накинут он гунькою кабацкую, то есть вшивую, пропавшую, ну, чем-то накинуть, чтобы голый не лежал. А в ногах у него лежат лапотки, отопочки, старые уже, дырявые. А в головах мило друга и близко нет. Вот вам один учитель. И к нему такое ехидное отношение. Значит, тут обращаю внимание на датирующую примету, между прочим. Как будет день до вечера, молодец просыпается, почему? Дело в том, что в кабаках раньше могли круглыми сутками валяться там люди и торговать. Царь Алексей Михайлович в 60-е годы 17 века издал указ на ночь кабаки закрывать. Как только солнце закатилось, вон из кабаков всех. Вот. Вот вам датировка уже. Значит, действительно, это произведение было написано после указа Алексея Михайловича о том, что покидать надо кабак, как только солнце зайдет. «И вставал молодец на белые ноги». Это уже ехидство. Это обычно встают на белые ноги богатыри. «Учал молодец наряжатися». Это тоже богатырское. Только во что? Обувал он лапотки, надевал он гуньку кабацкую, покрывал он свое тело белое. Значит, кем бы ни стал молодец, он остается все-таки купическим сыном, и у него всегда тело белое. Вот. Через все произведение это проходит. Он все-таки не опускается до совершенно уже такого пьяницы. умывал он лицо свое белое. Видите, лицо у него белое. Он все-таки отличается от всяких пропоиц. Стоя, молодец, закручинился. Сам говорит таково слово. «Житие мне Бог дал великое». Видите, вот про «житие». Как жить? Но он говорит тоже с юмором. «Житие Бог мне дал великое, ясти кушать и стало нечего». Вот такой молодец. Как не стало ни деньги, ни полденьги, так не стало ни друга, ни полдруга. Род и племя отчитаются, то есть от него отмахиваются, все друзья прочь отпираются. Всех потерял, в одиночестве остался. Как жить дальше? Стало срамно молодцу, появитесь к своему отцу и матери, ведь этих учителей он все-таки не хочет. Пошел он на чужую страну, дальну, не зная его. Но это не значит, что он куда-то за границу пошел, как раньше считали. И даже приводили пример, там у ордена Нащекина, это министр как бы иностранных дел при царе Алексея Михайловича, там его сын, он забежал за границу, и вот, мол, вот параллель. Нет, здесь не за границей, страна, это сторона, то есть он пошел в другую область Руси, дальнюю, незнакомую ему. Что делает? Опять ищет учителей. Нашел двор, что град стоит, то есть богатый двор и высокая терема, изба на дворе, что высок терем, и в избе идет велик пир почестен, гости пьют, едят, потешаются, пришел молодец на Честен пир, вот куда, ни к пьяницам пошел, ни в кабак пошел, он идет за советом. Крестил он лицо свое белое, видите, опять лицо белое, поклонился чудным образам, иконам, бил челом он добрым людям на все четыре стороны. А что видит молодца люди добрые, что гораздо, он креститеся, ведет он все по писаному учению. Ну, тут сразу ясно, что молодец воспитан, он знает, как креститься, как кланяться, как приветствовать людей, видите, как. Здесь есть еще одна деталь, датирующая, по писаному учению. Дело в том, что в 1652 году патриарх Никон ввел новые порядки в церкви по греческому образцу, потому что считалось, что за многие века исказилось богослужение, исказилось книга, при переписке исказились некоторые слова и понятия в древних богослужебных книгах рукописных, поэтому нужна реформа. И вот реформа Никона вызвала появление на Руси тех, кто был с ним не согласен, а именно старобрядцев. До сих пор у нас две церкви, Никонианская и старобрядческая. Они отдельны до сих пор. Старобрядцев у нас 10 миллионов. Так вот, если он стал вести по писаному учению, это значит, он стал вести себя и креститься уже не двумя перстами, как раньше, вот так, а как вел Никон три перста по писаному, потому что издавались книги, переписывались о том, как нужно уже соблюдать новые порядки в церкви, как креститься, какое богослужение, какие инновации, как этого следовать. Раньше 1652 года это произведение опять-таки не могло появиться. Ну, в общем, он воспитан. Емлют его люди добрые под руки, то есть с уважением, хотя он в гуньке кабацкой. Посадили его за дубовый стол не в большее место, не в меньшее, садят его место среднее, где сидят дети гостиная. Гость по-древнерусски купец, причем купец первой гильдии, так что его посадили очень почетно. Он сын купический. Видите, как эта линия все время проводится. Это произведение купическое для купцов как бы в первую очередь. «Как будет пир на веселье, и все на перу гости пьяны, веселы, и сидя все похваляются, молодец на перу невесел сидит, крученоват, скорбен, нерадостен, а не пьет, не ест он, не тешится, и ничем на перу не хвалится». «Почему?» «Говорят молодцы люди добрые, что если ты добрый молодец?» «Видите, добрый молодец». «Зачем ты на перу не весел сидишь, крученоват, скорбен, нерадостен, не пьешь ты, не тешишься, да ничем ты на перу не хвалишься?» «Чара ли зеленовина до тебя не дохаживала?» Ведь так вот передавали, да, передавали, но, видимо, «Обошли?» «Нет, не обошли». «Или место тебе не по отчине твоей?» «В середине вроде тоже хорошо». «Или милые дети тебя изобидели?» «Ну, какие-то там их...» «Или глупые люди немудрые, чем тебе молодцу насмеялись?» «Ну, эти бедняки насмешливые». «Или дети наши к тебе неласковые?» И вот теперь молодец выдает свое главное «Он ищет учителей». «Государьи вы, люди добрые, люди добрые, скажу я вам про свою нужду великую, про свое ослушание родительское, и про питье кабацкое, и про чашу медвяную, и про лесное питье пьяное. Яс, как принялся за питье за пьяное, ослушался яс отца своего и матери. благословение мне от них миновалося, Господь Бог на меня разгневался, и на мою бедность великие многие скорби, неисцельные и печали неутешные, скудость и недостатки и нищета последнюю наслал». Видите, опять, какое наказание? Нищета. «Укротила скудость мой речистый язык, скудость, иступила печаль лицо мое белое». Опять белое лицо все равно. «Ради того мое сердце не весело, а белое лицо унынливо, а ясные очи замутились, все имение и взоры у меня изменились, то есть все переменилось к худшему. Отечество мое потерялось, отечество в данном случае уважение все потерялось, храбрость молодецкая от меня миновалась. Государили люди добрые, скажите и научите, как мне жить». Вот он теперь нашел новых учителей, вот к ним он и обращается. «Как жить на в чужой стороне, в чужих людях, и как залезти мне милых другов, и как найти мне милых друзей». Значит, вот эти учителя поучают, говорят, молодцы, люди добрые, добрые, ситые, разумные, молодец, не будет исписив на чужой стороне, то есть скромный, покориси ты другу и недругу, то есть быть таким робким, услужливым, покориси стару и молоду, чужих дел ты не объявливай, а что слышишь или видишь не сказывай. Это что за мудрость купическая? Не сплетничай, не выдавай, примечай, про чужие дела не разговаривай, только зная их, а что видишь и слышишь тоже помалкивай. Чисто купеческая хитрая жизнь, ведь опять он, его, эти люди добрые учат все-таки купеческому делу. Не лсти ты между другими и недругими, не умей ты упадки вилавые, то есть не веди себя уж очень угодливо, не вейся змеей лукавую, то есть с этими поклончиками и лестью. Смирение ко всем имеет и скротостью. Держи все истины с правдой, то тебе будет честь и хвала великая. Первое, сначала тебя люди отведают, узнают и учтут тебя чтить и жаловать за твою правду великую, то есть за умение жить по правилам, за твое смирение и за вежество, и будут у тебя милые други, названные братья надежные. Вот они этого получили. Значит, это уже третий учителя, первый учителя родители, не получилось, слишком они уже очень мягкие. Второй учитель это названный друг, сманил его, названный брат даже, и третий учителя это люди добрые, эти учат хорошему. И оттуда пошел молодец на чужую сторону и учал он жить и умеючи от великого разума, в чем заключается умение жить, наживал он живота больше старого. Живота это имущество, богатство. наживал опять, присмотрел невесту себе по обычаю, вот любопытно, не просто там какая-то, а по обычаю, все по правилам, захотелось молодцу женитесь. Среди молодец честен пир, отчеством и вежеством, то есть по всем правилам, любезным своим гостям и другом бил челом. Вот собрал пир, все хорошо, и по грехам молодцу, и по божею попущению, а по действу дьяволю, перед любовными своими гостями и други и названными браты похвалился. А всегда гнило слово похвальное. Похвала живет человеку пагуба. Что такое живет? Это старое выражение, скорее всего, сибирское. Жить значит быть, являться. Похвала является человеку пагубой. Но кроме вот этого сибирского выражения больше мы не находим здесь сибирских следов, поэтому трудно сказать, где оно могло и в Москве употребляться, это выражение. Протопопа вакуум именно так и московский так и употреблял, но тоже в рассказе о сибирской ссылке. Что похвалился? В чем похвала? Наживал дея молодец живота больше старого. Вот тут он похвалился. А не надо было объявлять эти дела и хвастаться. И вот тут появляется нечто подслушало горе злочастие хвастание молодецкое. Что за горе злочастие вдруг появляется? само говорит таково слово. Не ему, а само с собой говорит. Не хвалися ты молодец своим счастьем, не хвастай своим богатством. Бывали люди у меня горя и мудряя тебя и досужая то есть и умнее тебя и влиятельней. И я их горя перемудрила. И учались им злочастие великое. До смерти со мною боролись во всем возлом злочастии позорились. Не могли у меня горя уехать и отделаться. И они во гроб вселились. От меня накрепко они землею накрылись. Босоты и ноготы они избыли. То есть горе злочастия несет босоту и ноготу этим людям. И вот они от него скрылись под землей. То есть погибли, умерли. И от них горе миновалось. я тогда ушло от них. А злочастие на их могиле осталось. А вот то, что они трагически прожили такую жизнь, вот это на могиле осталось. Странное горе. Что за горе, когда оно делится вдруг на злочастие и на себя саму. Еще возгравило я горе, то есть как птица что ли какая-то, и к иным привязалось. Вот это горе значит где-то все время пребывает. А мне горе злочастью не в пусть же жить, то есть не в одиночестве жить. Хочу я горе в людях жить, ибо таком меня не выгонить кнутом. А гнездо мое и вотчина во бражниках, а главное ее место пребывания бражники, пьяницы. вот где оно, вот оно себя характеризовало. Какое-то существо непонятное, оно вот пребывает в кабаках, среди пьяниц, вот там оно. Что это такое? Значит, надо смотреть дальше. Говорит сера горе горинское, оно серое. Это какой-то призрак, какой-то оборотень. Как вы мне, молодцу, появитесь? А как понять? А это значит, что днем горе появиться перед молодцем не может. Оно должно как-то другим способом добраться до молодца. Ну, вот действительно, как какой-то призрак, оборотень, что-то такое страшное. Ина горя излукавилась, во сне молодцу привиделась. Видите? Вот во сне оно может появиться перед молодцем. Но его нет. Это еще один учитель. четвертый. Откажи ты, молодец, невесте своей любимой, быть тебе от невесту и стравлену, еще быть тебе от жены твоей удавлену, из златы и сребра быть убитому. Вот какое горе злочастие. Только плохое видит. Ты пойди, молодец, на царев кабак. Не жалей ты, пропивай свои животы имущество, а скинь ты платье гостиное. Значит, он все, он одет уже как купеческий сын. Надень на себя гуньку кабацкую. Кабаком то горе избудется. то есть, он как бы не будет горевать, а вот то злое злочастие останется. За ногим горе не погонится. Да никто к ногому не привяжется. Это оно ему говорит, если ты будешь не богатый, а бедный и пропойца, то к такому горе не привяжется. кому нужен, да? А ногому басому шумит разбой. О, чему она учит его. А ногого басого привлекает разбой. Вот он чем занимается. Вот это новый учитель, который появляется из-под воль во сне. Тому сну молодец не поверовал, но зло-то горе излукавилось, горе архангелом Гавриилом молодцу явилось. Вот какое. Действительно, иногда даже самых богомольных и правильных людей обманывали бесы. они являлись в образе Христа или еще как-то. Об этом много рассказов есть. И таким уже обманывали. Так и тут. Вот молодец она стала в виде архангела Гавриила, который является вестником. Вот он известил Богородицу о том, что у нее будет ребенок благовещения. Вот так и тут. Он значит явился ему Гавриил «А ли тебе молодец неведома нагота и высота безмерная?» Видите, опять его завлекает привлекательностью нищеты. Нагота и высота безмерная, легота, беспроторица великая, то есть и тратить нечего. На себя что купить, то проторится, что купишь, все это испортится, исчезнет, а ты удал молодец и так живешь. Да не бьют, не мучат ногих босых и из раю ногих босых не выгонят. Вот видите, чем привлекает. Вот мол ноги босые войдут в рай, а вот богатые только через игольное ушко. А с того света сюда не вытепут, а с того света уже сюда не выгонят, так что ты там будешь благодетствовать. Да никто к нему не привяжется, а ногу босому шумит разбой, а зато будешь вот разбойничать на земле. Тому сну молодец поверовал. вот вам и учитель. Сошел он пропивать свои животы, а скинул он платье гостиное, видите, костюм много значит, надевал он гуньку кабацкую, покрывал он свое тело белое, но все равно тело белое остается. Стало молодцу срано появиться своим милым другом, то есть теми, кого, когда он 50 рублев нажил, еще больше нажил, даже к ним уже срамно появиться, пошел молодец на чужую страну дальную незнаемую, то есть опять пошел дальше, в какую-то область, где его не знают. на дороге пришла ему быстро река, за рекой перевозчики, но моста нет, они перевозят, и просят у него перевозного оплаты за перевоз, и над дать молодцу нечего, не везут молодца безденежно, сидит молодец день до вечера, миновался день, не едал молодец ни полукуса хлеба, вставал молодец на скоры ноги, это уже сарказмом, стоя молодец закручинился, а сам говорит такого слова, ахти мне горе злочастие горинское, до беды меня молодца домыкало, то есть он такого учителя не хочет, уморило меня молодца смертью голодную, уже три дни мне были нерадостны, не едал я молодец ни полукуса хлеба, и на кинусь я молодец в быструю реку, полощ мое тело быстро река, и на ешьте рыбы, мое тело белое, хочет избавиться от горя, но тело белое. и на лучше мне жития сего позорного, и тогда я уйду от горя злочастного, вот хочет он от этого учителя отделаться, и в тот час у быстрой реки скача горя из-за камени. Боса, нага, нет на горе ни ниточки, еще лычком горя подпоясано, богатырским голосом воскликало, ну это бомж какой-то. когда оно появилось, а вот когда, не днем, день до вечера, оно появилось вечером, днем оно не появляется, ну видите, вот появилось, и это какой-то призрак страшный, и оно воскликало, стой ты, молодец, меня горя не уйдешь никуды, вот вам как учитель, не мечися быстро реку, да не буди в горе кручиноват, а в горе жить не кручинну быть, если ты в горе живешь, то не кручинься, а кручинну в горе погинутьи. Вспоминуй, молодец, житие свое первое, как тебя отец говорил, и как мать тебя наказывала, о чем ты тогда их не послушал, не захотел ты им покориться, постыдился им поклониться, а хотел ты жить, как тебе любо есть, то есть вот искать других учителей, а кто родителей своих на добро учения не слушает, того выучу я, горе злочастное. Вот вот такой учитель к нему привязался. И тогда он не к любому учнет упадывать, то есть он даже к тому человеку, который ему не нравится, а он насчет кланяться, и учнет он недругу покорятися, и даже недругу будет покоряться. Говорит злочастие такого слова, покорися мне, горю нечистому. Это нечистая сила. Поклонись мне, горю, да сыры земля, а нет меня, горе, мудряя на всем свете, и ты будешь перевезен за быструю реку. Напоят тебя, накормят люди добрые. Значит, горе ему обещает, что он спасется, и даже появятся люди добрые, которые ему тоже могут получить чему-то. Это горе ему так говорит. А что видит молодец неминучую? Покорился горю нечистому, поклонился горю до сыры земли. Пошел, поскочил добрый молодец, по круту, по красну побережку, по желтому песочеку. Идет весел, не крученоват, утешил он горе злочастия, но перестал страдать. А сам идучи думу думает, которую ему навеяло горе, когда у меня нет ничего, и ту жить мне не о чем. Да еще молодец не крученоват, запел он хорошую напевочку, от великого крепкого разума. Это уже, конечно, единство. И вот прекрасная напевочка. Беспечально мать меня породила, гребешком кудерцы расчесывала, дорогими порты меня одеяла, купеческий сынок, и отшед под ручку посмотрела, хорошо ли мое чадо в дорогих портах, а в дорогих портах чаду и цены нет. Ка бы до веку она так пророчила, если бы она так действительно напророчила. Инна, я сам знаю и ведаю, что не класть скорлату без мастера, то есть портному без материи, материю без мастера не сошьешь, не утешите детяти без матери, не бывать бражнику богату, не бывать костарю в славе доброй, тот, кто играет в кости. Завечен я у своих родителей, что мне быть белешеньку, а родился головенькою. Вот он признает, что он плохой, бедный, слабый. Ну, вот что любопытно, услышали перевозчики молодецкую напевочку и перевезли молота за быструю реку, а не взяли у него перевозного. Это как понимать? Горе злочастия предвидело, что перевозчики так поступят. Видите, какое оно влиятельное. Напоили, накормили его люди добрые. Вот опять еще одни учителя, пятые, что ли. Сняли с него гуньку кабацкую. Вот перемена одежды это социальный статус. Но дали ему порты крестьянские, уже не купеческие, а крестьянские. Говорят, молодцу люди добрые учат. А что, если ты добрый молодец? Ты поди на свою сторону, к любимым, честным своим родителям, к отцу своему, к матери любимой. Прости ты со своими родителями, попроси прощения с отцом, с матерью, возьми от них благословение родительское, ну и дальше живи. И оттуда пошел молодец на свою сторону. Вот такой вот опять возвращается как бы к родителям. никакого спора, никаких споров с родителями нету. Борьбы поколений нету. Здесь другое, здесь некое вот такое желание увидеть мир и каких-то новых учителей, и они его подводят. Как будет молодец на чистом поле? А что злое горе напередь зашло? И в чистом поле молодца встретила. Не отделаться от этого учителя. Учала над молодцем граяти, что злая ворона над соколом. Она уже граяла как-то. Говорит горе такого слова. Ты стой, не ушел, добрый молодец, не на час, я к тебе горе злочастное привязался. Хож до смерти с тобою помучуся. Не одно я горя, еще сродники, а вся родня наша добрая, все мы гладкие, умильные, а кто в семью к нам примешается, и на тот между нами замучится. Что это за такие существа? Понимаете, это как бы весь воздух наполнен вот этим горем и его родственниками. Такова у нас участь и лучшая. Хоть кинься ты во птицы воздушные, хотя в синее море пойдешь рыбою, а я с тобою пойду, под руку под правую. То есть с уважением к этому бедному человеку. Полетел молодец ясным соколом. это что такое? Это не значит, что он превратился в сокола. Он хочет отделаться от горя, каким-то образом мечеться. И вот он что-то делает, а горе за ним белым кречетом, а горе опять его не отпускает. Молодец полетел сизым голубем, а горе за ним серым ястребом. Никак отделаться нельзя. Молодец пошел в поле серым волком, это не значит, что он в волка превратился, а это образ действия. Быстро бежит, быстро летит, а не может отделаться от горя. А горе за ним с боржами веж лицы, с охотниками, с собаками. То есть горе превратилось в целую толпу охотников. Это какое существо. Молодец стал в поле ковыль трава, затаился, да, вот как ковыль трава, а горе пришло с косою в острую, да еще горе над молодцем насмеялось, быть тебе травонька посеченной, лежать тебе травонька посеченной, и буйной ветры быть тебе развеянной. Никак от этого горя никакими способами не убежать. пошел молодец в море рыбою, а горе за ним с частыми неводами. Еще горе злочастное насмеялось, быть тебе рыбоньки у бережку уловленной, быть тебе да и съеденной, умереть будет напрасную смертью. Никакими движениями, никакими способами он не может от этого горя избавиться. Вот такой учитель на него нашел. Молодец пошел пеш дорогою, а горе под руку под правою. Научает молодца богато жить, убить и ограбить, чтобы молодца зато повесили или с камнем в воду посадили. Это тоже датирующий между прочим признак. В 1649 году было издано уложение царя Алексея Михайловича, оно было напечатано даже, о том, как наказывать преступников, какие казни, за что. Так вот, действительно, разбойников привязывали камень и в реку. Вот тут и есть как раз эта казнь. Молодца зато повесили или с камнем в воду посадили. Куда деться? Кратко вспомятует молодец спасенный путь, и оттоли молодец в монастырь пошел постригать вьет. А к тому, молодец не привяжется. То есть, молодец идет уже в монастырь искать новых учителей. Там уже вот он от горя и отвяжется. Сколько этих учителей он перебрал? Это Это вот такое время, когда искали-искали чего-то, а учителя были не очень хорошие. А сему житию конец мы ведаем. Видите, вот это житие. Но это не в смысле, что он умрет, а вот этому способу жизни мы подводим конец. «Избави, Господи, уже нас, вечные муки, отдай нам, Господи, светлый рай, во веки веков. Аминь». Вот «во веки веков» – датирующий признак. Дело в том, что после реформы 1652 года стали писать концовки не так, как раньше – «во веки веком». Это старый такой родительный падеж. А по приказу Никона, по реформе – «во веки веков». Значит, действительно, раньше 1652 года это произведение не могло появиться. То есть, вторая половина 17 века. Вот такая жизнь неизвестного нам человека. Значит, его обвиняли в том, что он слабый, что он безвольный, что он слушает тех, кто ему попадется. Ну, интерпретации разные, но это большей частью наше нынешнее впечатление и оценка, что вот он слабый, ничего подобного, он и борется, но он ищет какого-то выхода в этой жизни. Наставление родителей его не очень уже удовлетворяет. Он хочет чего-то другого, других учителей, но не находит. И получается замкнутый круг. Детца некуда. Трагическое кончание. Здесь нет похвалы за то, что он кончает свою жизнь как бы в монастыре. Вот такое произведение. Таким образом, эти три идеи подтверждают анализ этого произведения. Первое, что речь идет о житии, о жизни, молодой. Второе, о том, что идет речь о учителях. Это самое главное, кто нас научит. И третье, это о том, что главное в цели жизни – это богатство, имущество и благосостояние. Если мы возьмем поговорки 17 века, а они были записаны в целые сборники, то там только проводится именно эта народная идея. Те, кто живет бедно, дураки, и жить так не надо. Надо жить с благосостоянием, и тогда вы будете считаться умным и мудрым. Масса поговорок и пословиц на этот счет. Раньше при советской власти, наоборот, произносилась борьба бедноты с богатыми, революции, все прочее. Нет, тогда такой мысли не было. Подход того времени потребительский. Просто вырываются из текста какие-то детали и провозглашаются главные идеи произведения. Сплошь анализ произведения приводит нас к совершенно другому мнению об этом удивительном памятнике. Я уже не говорю про стиль, про сочную изобразительность этого произведения. Это все уже изобразительность, конечно, 17 века. И в общем, за этим произведением сквозит еще одно. Одно, не прямо высказанное настроение, а именно такое ощущение, что жизнь трагична. Что жизнью автор или кто-то там, кто сочинял это произведение, недоволен. И по этому поводу существует целый ряд аналогичных произведений, когда, в общем-то, высмеивается эта жизнь. Люди после того, как был избран царем после смутного времени в 1613 году Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых, потом Алексей Михайлович, они надеялись на улучшение условий жизни после всех этих пертрубаций, жертв смутного времени. Но этого не произошло. И поэтому появился целый ряд произведений, которые, в общем-то, не то что были революционными, нет, он выражал такую насмешку, даже какую-то бесприютность, ощущение этой бесприютности. Вот, например, есть такое произведение, сказание о роскошном житии и веселье. Говорит, что есть страна где-то, где-то, там богатства огромные, но какие? Там драгоценные камни валяются, как мусор, и приходится их мести, чтобы проложить путь себе. Там около гор стоят столы, накрытые всякими яствами, перечисляется всё. Там есть питья полно, например, болото пива. Хочешь пей, хочешь на себя лей, хочешь коня купай. Вот вам отношение уже к тому, что ожидать чего молочных рек и кисельных берегов не следует. И такое заключение. Конечно, туда можно попасть, но для этого надо взять с собой мечи, копья, сабли, чтобы было чем от мух отмахнуться, то есть от разбойников, кто же отмахивается саблями или копьями. А вообще-то, говоря, там такой налог. Значит, если приезжаешь, то там с воза по коню забирают коня, воз оставляют. Вот, а там с человеком по голове доедешь туда, как же. Ну вот, так что и таких произведений появилось в 17 веке. Вот уже к концу 17 века довольно много. Мы называем это русской демократической сатира, хотя это не демократическая, а такая вот насмешки над попами, над церковью, служба кабаку. Бог знает, что сейчас бы такие произведения запретили просто с большим скандалом. Ну и так далее. Так что все вместе это оставляет вот такое, эта повесть о горе и злочасти оставляет действительно впечатление неудовольствия от той жизни. Но деться некуда, перспективы нет. Вот такое произведение в нашей трактовке нынешней. Есть какие-то вопросы, пожелания, подозрения. Это не школьная трактовка совершенно. Устали или ничего? Все вас впечатления, да? Ну да. И понимаете, вот каждое время все равно откладывают отпечаток на научную деятельность. Потому что каждое время подсказывает то, что можно найти в произведении или что следует искать. Вот сейчас смутное время, и мы находим это смутное путем анализа в этом произведении. Если будет очень веселое время, то будут обращать на другую сторону внимание, на его саркастичность, на его такую веселую задиристость в этом произведении, о которой я не говорил. Каждое произведение, каждый памятник, он многогранен и многосмыслен. Поэтому литература жива. Каждый раз она созвучна той эпохи, в которую попадает настоящая литература. Не та, которая логична и публицистична. Это неинтересно. А вот через образы, через образы литература вечно жива. Это не философия, это искусство. А искусство вечно. Оно всегда для нас, на наше впечатление работает. Позвольте вопрос. Да, пожалуйста, конечно. Есть предположения какие-то? Зачем и кому вообще человек мог бы написать это произведение? То есть, что она именно, какую цель могла принести? Ну, конечно, мы не знаем, кто это сочинил. В этом произведении есть пропуски. Оно записано очень неряшливо, бегло, видимо, так с голоса. Вот это вот ощущение неладности этой жизни, оно порождает такие образы у людей. Иногда это в виде юмористического полностью произведения, иногда в виде вообще срамного произведения. Ведь в это время появляется, например, произведение о богатырях, ну, такие, с такими насмешками и с такими деталями, что никакому богатырю и его коню не поздоровится. Разочарование. Нет, нет, нет. А что будет, никто не знает. А будет потом, Петровское время. И то после таких пертурбаций. Никто не может предусмотреть будущее. Это пророков нет, по крайней мере, в нашем Отечестве. Эти поиски всегда бывают в литературе, так или иначе. Сейчас они тоже ведутся, но я не специалист по нынешней литературе, поэтому ничего не могу сказать. Но история древняя, она тоже учит нас понимать разные настроения тех времен, и как они соответствовали истории, как они помогали людям или не помогали. Это поучительно. Хотя история, как известно, ничему не учит. А вот по языку произведения можно определить примерно расположение? Нет. Точнее, вылечная речь, например, там нужно? Нет, здесь нету. Здесь нету никаких таких местных деталей. Нету. Ведь здесь нет ни зимы, ни дождя, ни ландшафта. Это только быстрая река, через которую он, молодец, должен переехать. Но это все 17 век, равнина, видимо. Река не бурная, но вот и все. А это фольклорное, понимаете? Это фольклор, но это книжное произведение. То есть в 17 веке появилось целый ряд фольклорных произведений, но фольклор использован авторами-книжниками. Не очень ловко. Таких произведений немало для 17 века. Видите, как? Фольклор время от времени используется. Ну, вот слово «полку» и говорили в 12 веке, потом там в 16 использовали по-своему. А вот в конце 17-го тоже стали использовать. Сейчас у нас фольклор фактически умер, его нет. Так что использовать нечего. А тогда все-таки это очень обогащало. Все параллельное литературе, или смежное, или соседнее, внесенное в литературу, очень обогащает. Переводное произведение, какие-то явления фольклора, какие-то явления искусства. Если все это вдруг используется в произведении, это очень обогащает произведение. Очень. Ну, вспомните там. Черное солнце, которое увидел Мелехов в Тихом Доне, когда погибла его любимая. А это же из слова «полку Игорева». Видите, как? Все это держится в народной памяти. Но держалось раньше, в 20-е годы. Сейчас нет. Сейчас интернет. Вот навевает, правда? Портит настроение, правда? А? Вот так. А это важно. Общественное настроение – это главное. Не идеология. Идеология возникает потом. Она однообразна и прямолинейна. А вот настроение, общественное настроение. Этим сейчас занимается особая наука, психология. Общественная психология. Это очень важный элемент при изучении литературы и древности. Тогда мы открываем общественное настроение тех времен. И сравниваем. А как мы сейчас живем, а как они жили. Именно эмоциональную сферу. Они отнюдь не глупее нас были. Ну, в другое время другие возможности. Ну, и всегда как-то остается такой осадок. Потому что никаких гарантий хорошей жизни у нас нет. Приходится бороться за это. Вот и все. Так и тут. Потому что чем кончился конец XVII века? Бунтами. Медный бунт, соляный бунт. Еще всякие другие. А потом молодой Петр, Софья, борьба за власть, стрельцы, стрелецкая казнь. Настолько все обострилось, что Петр обратился в Голландию для каких-то новых идей, новых поступков. Видите как? Совершенно неожиданно. Вот так. Так что предвидеть будущее невозможно. Все эти рассуждения массовые сейчас по телевизору. Как да, как да, этак. Все это пустое дело. Тут я вспоминаю вот что. Паустовский как-то обратил внимание, что вот поле, но цветы на нем растут какими-то областями. Не сплошь покрывают поле. А вот где-то пышно, а где-то нет. Почему? Оказалось, подземные источники, когда они близко подходят к поверхности, там растут цветы. Где удаляется, там только трава какая-то сухостойкая. Так вот так же происходит и в истории. Внешние какие-то события, но все питают настроение народа, общественное настроение. Ну, которое зависит от производительных сил, от экономики и так далее. Но там, где народное настроение подходит к почве, вот там возникают перемены. А где уходят? А, застой. Видите как. Так что литературу очень учит. Учит наши чувства, учит нашу интуицию. В этом ее заслуга. Так что те, кто хочет поступать в литературный институт, они обрекают себя на бедность. Правда? Но на душевную жизнь. Вот то, что не хватает технарям, богачам. Это я могу засвидетельствовать. Вот этим, которые только деньги считают и все. Пустая жизнь получается. Но они обеспечены. Вот так все разделено. Так что каждый выбирает дорогу свою. У кого есть эстетическое чувство, и оно перевешивает все, плюс еще кто-то кормит, тогда можно идти на гуманитарную профессию. Ну, вот так вот. Так что, видите, я еще выступаю тоже в роли учителя. Ну, учитель, особенно в молодости, это самое главное. Это на всю жизнь учитель. Не в школе. В школе это преподаватель, даже не знаю, кто это такие. Потом, вот в институте. Вот это остается на всю жизнь. Или в аспиранторе, у кого учишься. Вот тогда, да. Тогда этот человек с тобой всегда. А расскажите, что мне бы я, Дмитрий Сергеевич, не хочу... О, вот, ну это мой учитель. Это целую лекцию надо читать. Вот недавно о нем была передача. Не скажу, чтобы хорошая, потому что нарезали кусочки из его выступлений разных по телевизору. Ну, а телевизионные выступления, они не передают его действительного облика. Знаете, по телевизору человек, как луна, обратной стороны мы не видим. Он все время какой-то одной стороной. А когда вот общаешься, когда зависишь, когда ругаем, вот тогда видишь этого человека или в отношениях с другими людьми, то меня... Я сейчас вспомнил, когда смотрел телевизор, вот это ощущение его талантливости. Во-первых, быстрота связей. Ну, в сравнении с ним мы все тугодумы. Пока это... А у него сразу одно с другим связывается. Совершенно неожиданно. Я помню один случай. Вот сейчас вспомнил. Был доклад о том, что в Древней Руси писали с нас срочными знаками, буквами всякими. И эти запятые всякие ставили непонятным образом. И сколько не изучали, не копались, объяснить не могли, в чем дело. Ну, он пришел на доклад, послушал и говорит, так ведь это же есть люди, у которых есть грамотность от природы. Вот они и ставят правильно. А у кого грамотности нет, нет. И все, все решилось. Видите как? Когда он говорил, он целые диссертации советовал, что можно вот так, вот этак. Видите как? Это было каждое заседание, это было вот нечто такое. И с ним рядом чувствовал себя тоже талантливым. Потому что он как бы подсказывал. А второе, это удивительная образность деталей. Он был вообще-то искусствовед, а не только филолог. Он хорошо снимал кино. Он прекрасно знал архитектуру. Знал, понимал. И поэтому, когда он рассказывал что-то, все это не вошло в эти его рассказы. Это все цензура. Когда он рассказывал, это было удивительно. Какие детали он находил. Вот он помнил их. Потом кое-что в его воспоминаниях отразилось. Вот одна деталь я до сих пор помню. Как он рассказывает, как умирал его отец во время блокады в Ленинграде. Вот отец умер, и вдруг вздохнул. Оказывается, этого умершего выходил последний воздух из легких. Ну вот кто такую деталь? Никакой Достоевский это не писал. А он это написал, он это увидел, он запомнил. И так много чего. Вот. Ну он прожил хорошую жизнь. Хотя таким людям надо бы еще. Ну 93 года прожил. И никакого склероза. Умер от рака. Вот так вот. Ну вот. Это можно о нем рассказывать. Он был очень красив. И напоминал Станиславского. Я ему это говорил, между прочим. Но он как-то не ценил себя. Знаете, это особенность таланта. Да, но он не ценит он. Вот так. Ну, равного ему никому нет. Никого нет. Из всех потом молодых. Но он научил одному, по крайней мере, меня, ценить изобразительную, образную сторону литературы. Не все этому на это отзывчивы. Другие в основном заняты идеологией. Особенно сейчас разгул церковщины. Вот этой всякой мракобесия. Насчет того, что он был верующим, я не знаю. Раньше я этого не замечал. Но он человек творческий. Он был прекрасный актер, между прочим. Когда он показывал кого-нибудь из своих сотрудников, это было смешно. Он сразу превращался в этого человека. Хотя он высокий. И вдруг превращался в толстенького, маленького, вредного человечка. Вот так. Видите как? Так что был наделен талантами. А талант – это не одна способность, а целый комплекс чего-то. Это голова. Люди ведь завидуют успеху, а не мозгам. А мозгам не позавидуешь. Уж кому что дано. Ну вот так. Поэтому впечатление его, конечно, на меня большое. Я даже как-то в одной из рецензий писал, что с работами Лихачева интереснее жить. Ну и по мере сил своих стараюсь вот эту сторону как-то. А уже сам старик. Ну вот так. На этом прекращу дозволенные речи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...